Упоротый депутат, у которого просто вот так вот кокс из ноздри вываливается, он говорит, вместе с нами он мог поднимать великую страну. Какую страну он мог поднимать? Как рассказывает, какой потрясающий Путин. Он же смертный человек, послушайте, но это чистый сатанизм. Все ведь началось не с Крыма и не с Украины. Демонические вещи начались с приема закона Димы Яковлевой. Кто сядет в трезвом уме и доброй памяти, например, Владу Колин? Пешком дойду, йопты! Долги предродины, конечно, неудобны. Долги, конечно, надо отдавать, но почему она в уплату долга с востребует кого-то убивать? Если человек болеет империализмом или если он болеет какой-то невероятной, неизъяснимой любовью к непонятной родине, то это история патологическая. То есть, либо ты любишь землю, на которой ты живешь, это конкретная привязанность к конкретным местам. То есть, кто-то родился в маленькой деревеньке, любил свою завалинку, любимую бабушку, корову Машку или козу Зинку или какой-то маленький переулок в дворике Москвы. Это все конкретизированные вполне себе понятия, когда страна переобувается и переодевается родиной и говорит, сынок, ты должен за меня умереть в Сирии или в Украине. Любой здоровый человек говорит, пошли вы нахер, например, со своей пропагандой. И правильно Наташа говорит, что проблема в постоянном патологическом вранье. Мало того, что вранье, это еще все время накачка дикой агрессии и несуществующими регалиями. Это все время обращено в прошлое. То есть, деды воевали, у нас была Великая Победа, у нас был 45-й год. Слушайте, после 45-го года прошло 6 триллиардов лет, блядь. И есть закономерный вопрос, а что за это время сделано? Есть какие-то грандиозные победы, есть какие-то невероятные совершения, есть какие-то вещи, которыми ты можешь гордиться и сказать, слушайте, это моя огромная, великая страна и я горжусь. То есть, ты испытываешь такое перманентное чувство стыда, потому что ты видишь, какие принимаются законы, ты видишь, что беспорядочно ведутся какие-то войны, на это тратятся миллиарды долларов, которые вытекают из бюджета. И стоят в рваных лаптях люди, которые говорят, а нам, а мы, вы не хотите социальные какие-то нужды подправить? Нет, говорит правительство. МИД делает так, говорит, ребят, ребят, сейчас как бы не до вас, извините. Приехал кокс из Аргентины, и сейчас вот, как вы знаете, зарплаты учителям и врачам, это совершенно не наша тема. Нам бы сейчас решить, там стопорнули где-то полтонны кокса, и 23 февраля ребятам на смарку. Как ехать на бледодром с рыбкой? На какие шиши? Если вообще кокса нет, всё грустно. Навальный какой-то скотина делает расследование. Какой-то Серебряков гундосит про то, что мы хамьё и быдло. Но это всё грустно и печально. Под коксом-то оно было веселее, понимаете? Как бы два раза понюхал, и вроде как жизнь другими красками заиграла. И тебе кажется, что не всё так плохо, в общем, можно вполне себе здесь жить. Но это грустно и печально на самом деле, потому что патологическое враньё, оно привело к тому, что у людей деформировались понятия. У них есть некая странная иллюзия, особенно у людей старшего поколения, как хитро делает государство. Да, так всё происходит действительно на местечком уровне, действительно по привычке, как и 30 лет назад. Вот, здесь путаница в дефинициях, потому что, когда вам говорят, посмотрите на этого мразотного Серебрякова. Он уехал в Канаду, он предатель, он мог бы здесь остаться, здесь жить и работать, поднимать эту страну, сука, как целину. И вместе с нами, говорит какой-то упоротый депутат, у которого просто вот так вот кокс из ноздри вываливается, он говорит, вместе с нами он мог поднимать великую страну. Какую страну он мог поднимать? Но вы же не даёте людям ненормальной работы здесь, недостойной оплаты труда. Это хорошо, если кто-то где-то пристроился и кто-то дружит с правильными, замечательными людьми. И вместе с вами, блядь, нюхает кокс где-то. Это прекрасно, когда все упарываются, есть такой маленький между собойчик, и это касается и шоу-бизнеса в том числе, и дальше мы даже перечислять не будем. То есть кто-то когда-то хорошо устроился. Все эти прекрасные люди, которые сейчас со слезой на глазах рассказывают, какой потрясающий Путин, удивительный, рациональный, добрый, щедрый. То есть понятно, что они надеются на какие-то жёсткие преференции. Но потом, через пять лет, когда он исчезнет, ну он же смертный человек, послушай, ну его либо свои, учитывая, что его окружают такие же гнусные подонки, либо ледорубом зарубят просто, либо человек умрёт от проклятий. Потому что невозможно жить в стране, где тебя половина людей, а это больше 50 миллионов, вспоминают только с проклятиями. Ну и как вы объясните, сидя на своих виллах в Майами, со своими праведжетами, со своими невероятными щитами в офшорах, внук к вам подойдёт и скажет, Деда, 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 почему ты был такой гнусный, гнусный лживый гандон? Деда, почему ты нюхал кокса в Миде и разворовывал последнюю в этой стране? Неужели, деда, ты спокойно спал, блядь, когда ты знал, что в детском хосписе нет денег, например? Неужели ты спокойно спал, когда ты знал, что здесь нищие старики? Неужели ты спокойно спал, когда ты поняла, что онкологически больные здесь стреляются, в рот себе засовывают генералы пистолет, потому что они не могут получить обезболивающее, и просто стреляют. Это мужики, которые прошли огонь, воду и медные трубы, сильнейшие люди, кончая здесь жизнь самоубийством. И они вынуждены отсюда убегать и уезжать, но те, кто могут, и тот, кто нашел, слава богу, себе какое-то применение, издюжил во взрослом возрасте выбрать другую страну. Причем люди-то действительно, понимаете, как им больно. Я не увидела в его словах, я слушала Серберякова очень внимательно, при том, что я органически не перевариваю интервью такого плана, где журналист не подготовлен и не может понять глубину сидящего напротив человека. Напротив него сидит очень глубокий, продуманный взрослый человек. И вопросы должны быть глубокие. И когда ты беседуешь с таким сложно сочиненным мужиком, понятно, что он пережил и съел такой пуд соли, что с ним можно разговаривать бесконечно. И половина там почекрыжена и вырезана, и какие-то моменты там просто смонтированы, это тоже все ясно. Но он говорит спокойно, размеренно, без истерики, он не рвет на голове волосы. И ты по глазам смотришь и видишь, что человеку вообще-то больно. То есть он, есть патетичные такие, знаете, мразотные персонажи, которые деньги на этом зарабатывают. И говорят, что шеф, все пропало, крикнул три раза на границе, например, Путин, вор и убийца, блять, и быстро пошел работать в Украину. То есть бедная Украина уже пухнет от русских, убежавших, каких-то непонятных, непрофессиональных полужурналистов, которые начинают рвать вышиванку в Киеве. И говорят, мы боролись против режима. Какой против режима? Вам просто поджопник за профнепригодность. Дали, и вы где-то устроились, отнимая рабочие места у украинцев. Вот и все. Ну, как бы, был дурак дураком одноклеточным и куда-то уехал. А Серебряков талантливейший, гениальнейший чувак, сильнейший мужик. Ну, то есть все, до этого весь цех, кто с ним работал, говорил о том, какой он замечательный, глубокий актер, какой он харизматичный, невероятный. И потом вдруг раз, блять, и выясняется, что вся же эта шатия братья теперь говорит, что ну как-то да, всегда был такой, знаете, алкоголик, депрессивный, всегда, конечно, странноватый, непорядочный. Тут же все переобуваются в воздухе и по отмашке начинают просто рвать человека. Я-то знаю, как это делается, я знаю, за какие деньги работают конкретные люди. Там есть часть таких, знаете, одержимых людей, кто со страстью, с пылом, это люди там, условно, поколения пьехи, они действительно сакрализируют в прошлое время. Для них карта равно территория, для них государство и страна это одно и то же, для меня это не одно и то же. Я, например, никак не олицетворяю территорию, которую я нежно люблю и на которой росли и выросли мои близкие люди, мои друзья и те ребята, которые здесь делали крутейшие проекты. Это отдельно от государства. Государство – это кучка великолепных ребят, которые очень быстро поняли, что с этим населением можно делать абсолютно все, трахать его и в хвост, и в гриву, блять, нагибать, отнимать последнее, лупить по спине нагайкой, издеваться, просто, блять, уничтожать людей. И эти люди ничего не сделают. Даже половина из них абсолютно начисто лишены, люди не могут даже сопоставить простых фактов. Они говорят, бояре, твари, мрази, все воруют, все бояре, твари. Царь, бог, последний наш спаситель, избавитель, альфа-самец, ему целуем ноги, за него будем девятый раз голосовать. Куда, ёптать, а кто их на всех назначал, ваших вороватых упырей, блять, не царь, что ли? Ну как, где причина, средственная связь-то у вас есть хоть какая-нибудь в голове или нет? Ну откуда вот этот кассовый разрыв в башке, я никак не могу понять. И смотрят своими оловянными, сука, глазами, выпивают две бутылки боярышника и начинают объяснять, что кругом вороватые гондоны. Но если бы не эти вороватые гондоны, то, конечно, Путин бы поднял страну с колен. Это олигархи мешают, это опять Дерипаска, блять, последние 20 долларов свистнул, понимаете, и опять в МИДе нанюхались коксы. Это вот кому бабушкины сказки, мне просто это крайне любопытно. Это удивительное рядом называется, понимаете, в чем дело? Совершенно поразительные ребята. И каждый раз ты с изумлением смотришь, причем выступают иногда относительно неглупые люди. Там есть часть покупных, политологов каких-то. Ну, то есть есть какие-то маркины восхитительные. Понятно, ребята на зарплате. То есть нужно свои какие-то там печенюшки отработать. Человек рассказывает, что у нас лучшая экономика в мире, мы встали с колен, мы самые сильные, мы уже утопили 8 такс, мы скоро полетим на Марс, у нас космос, мы впереди планеты всей. Где мы впереди планеты всей? Ну, то есть, ну, везде, куда ни ткни, от автопрома, который выпускает ржавую ладу-калину, кто сядет в трезвом уме и доброй памяти, например, в ладу-калину? Вот кто-нибудь из патриотов просто присядет в эту машину? Ну, только если к башке приставят ствол, понимаете, и сзади будут стоять какие-то прекрасные люди с оружием, только тогда человек скажет, хорошо, я покупаю на ладу-калину. В любом сознательном состоянии человек скажет, а можно мне какой-нибудь старенький ржавый, не знаю, фольксваген-гольф? Ну, или хотя бы трехколесный велосипед, ну, или хотя бы, может, я на какой-нибудь, на перекладных я доеду, пешком дойду, ёпты. Спаси, Господь, помилуй от вашей лады-калины. И так во всем. То есть, его же начали грызть, это удивительно. Человек, который усыновил двоих детей, он гениальнейший, смелейший мужик. Я всегда преклонялась перед людьми, которые усыновляли детей. Я не понимаю вообще, какое нужно иметь сердце и какое нужно иметь внутреннее, ну, не знаю, это вообще служение человечеству. И это нужно иметь какую-то душу космическую. То есть, любить до такой степени и себя посвящать целиком чужим людям, двоих воспитать чужих. При том, что когда мы приезжали в детские дома, я после первого раза поняла, что, ну, я, например, абсолютно трусливое говно. То есть, у меня слезы начинаются, я потом неделю не могу спать и есть, у меня трясет просто. И ты смотришь, когда ты видишь там при живых родителях, по закрытым интернатам, если ты покатаешься по регионам, ты же видишь, что это смрад, нищета, безысходность, прах и тлен. Те люди, которые начали рвать его и говорить, что у нас все прекрасно вообще, просто отлично. Мы приняли закон Димы Яковлев, вот так вот живем, блять. От американцев спасли наших детей. От кого вы спасли ваших детей? У них был шанс отсюда уехать, уехать у этих детей. Американцы вообще были единственные люди, кто брал безнадежно больных детей. Безнадежно, они здесь гниют на просанных простынях, они погибают, у них больше нет шанса вообще, никакого теперь. Это чистый сатанизм. Все ведь началось не с Крыма и не с Украины. Демонические вещи начались с приема закона Димы Яковлева. Это абсолютно расчеловечивающий демонический закон. Мне, когда ребята приехали к кремлевски и сказали, слышишь, ты не можешь нам написать статью классную? Мы тебе статистику подгоним. Там есть такая статистика, в любой стране понятно, если вы берете, например, тысячи усыновленных сирот, то есть обязательно один-два несчастных случая. Какие-то родители, которые забыли в машине в горячей, или нанесли увечья, или вернули. Я говорю, давай ты напишешь так, что на самом деле американцы это подонки, что они, конечно, усыновляют либо педофилы, либо какие-то злым умыслом ищут себе послабление налогового. Я говорю, ребят, секунду, секунду, блять. Я с 16 лет с родителями ездила по детским домам. Более смрадного и ужасного положения вещей, чем в России, нету вообще нигде. Вам все время картинкой показывают 2-3 каких-то детских дома, где относительно, ну скажем, приличное положение вещей. Это, как правило, Москва или Питер, это крупный город, это города, где есть хорошие какие-то инвесторы. То есть приезжают люди из барского плеча, ну просто отдают там, есть серьезный бизнесмен, да, тот же самый условный Дерипаска. И для него там миллион-два пожертвовать, это вполне себе реальная история. Но это Москва. А если вы отъедете в какой-то Стерлитамак, в какие-то города чуть дальше, 200 километров от Москвы, 400 километров от Москвы, вы седыми потом приедете, понимаете? Их насилуют там. Я первый раз, когда мы столкнулись, был такой прекрасный Димка Жданов, он очень живщик, пацан, который когда-то родился в колонии. Его мама, это обычная российская история. Это вот опять же к вопросу тому, что Серебренников все передергивает. Обычная российская история. Значит, мама-пьяница, алкоголичка безнадежная, Дима даже не знал, кто его отец, она зарубила сожителя очередного топором, села в тюрьму, он родился в колонии, мама от него отказалась. И вырастая там в колонии, понятно, он получает статус олигофрения. Этот диагноз не имеет ничего общего с реальностью. Им ставят статус просто наобум. Олигофрения в стадии дебильности, там есть очень широкий спектр, но у этих детей нет возможности никогда больше получить нормальное образование. Они обречены. Так придумала система. Понимаете, да? Потому что это дешевая рабсила, потому что их потом можно загонять в любые условия. Девочки потом станут либо сопьются из курвицы, либо станут проститутками. То есть это такой рабовладельческий рынок невольников. Вся эта система, если вы внимательно посмотрите на карту, вот допустим, вы можете в Google это вбить, или в Яндекс, вы просто вобьете там интернаты Российской Федерации, вы увидите, что места расположения этих интернатов, они расположены ровно так же, как, скажем, расположены, ну не знаю, там, вышки МТС или Билайн. Понимаете? Это поле боли. Это поле боли. Потому что то, что происходит там за закрытыми дверьми, это ужас. Они бесправны, им некому пожаловаться. Они никогда не смогут добежать ни до папы, ни до мамы. Воспитатели, которые продают их за бутылку водки и трахают их там вместе с поварами, потом делают квадратные глаза и говорят, мы? А что мы? В Челябинске сейчас скандал, когда выяснилось совершенно случайно, ребят усыновили, привезли в семью. И когда в семье ребята рассказали, что а вот этот воспитатель нас насиловал, и вот этот обещал в озере утопить насиловал, там оказались завязаны все, от прокурора до депутата. Это было десятки лет. Так живут почти все города в России. Это серебрников виноват, что сирот трахают пачками, расчеловечивают, бьют, издеваются, привязывают им к спине железную кровать и говорят, присядь, сука, 30 раз, пока ты сознание не потеряешь. Или насыпают тарелку солью и говорят, ешь, пока у тебя кровь ртом не пойдет, ешь, сука. А дрессируют их так. Старших выстраивают в колонну, пускают младших новеньких рядами и заставляют старших бить. А потом учат младших, как избивать вновь прибывших. Это бесконечный конвейер смерти, боли, унижения, страданий, ужаса. Когда Лена Погребишская впервые сняла, это было, по-моему, в 2000 или 14-м, или, вот я не помню, или 15-й год. У нее был гениальный фильм, он назывался «Мама, я убью тебя». Если есть возможность, просто погуглите. Лена Погребишская «Мама, я убью тебя». Это дичь абсолютная. Там стоят воспитатели. Она год ездила в один и тот же интернат и спрашивала у ребят, как они здесь живут. Ребята, выдающиеся, с диагнозом олигофрения, у них есть невероятные способности. Кто-то сам собирает, разбирает компьютер. Кто-то в состоянии писать стихи и рассказы с 10 лет. Мало того, что они себя великолепно осознают со своим диагнозом олигофрения, они еще читают Толстого и Достоевского в 10 лет заходят в библиотеку. А воспитатели сидят и говорят летние, что, послушайте, они безнадежны, это дебилы. Ими заниматься нет никакого смысла. Это же генетический мусор, понимаете? Это просто дураки. Ну, будут, может быть, какими-то, ну, дай бог, столярами или плотниками, если доживут. Или, может быть, где-то будут мыть полы. То есть сама система изначально просто, ну, как сказать, понимаете, это конвейер смерти, вот и все. И при этом вся шатия братья, от Шахназарова до каких-то режиссеров, сценаристов, актеров, вышла в белом платье и начала объяснять, что как вы могли сказать про нашу страну такое, что у нас национальная идея, это хамство, воровство. А что не так? А что, это не так, блядь? А мы какие-то добрые, светлые, в белом пальто зайчики, что ли? Кто просил залезать, сука, в Украину, например? Кто просил, вывели войска из Сирии? Ой, у нас погибло 200 человек. Матери, которые пишут сейчас запросы во все военные инстанции, говорят, ну, как же так, наши сыновья не вернулись домой? Они говорят, не, ну, слушай, их там и не было вообще, это учения какие-то, разбирайтесь сами как-нибудь. Их там нет, своих не бросаем. Это же просто ахтунг полнейший. То есть вы живете в каком-то сатанинском государстве в абсолютном полном бесправии, где в любой момент, за любой репост или лайк, или не то слово, не понравится кому-то ролик, закроют за ролик, не понравятся какие-то слова, закроют за какую-то фразу, не вовремя оброненную. И это, конечно, большая удача, что серебриковый взрослый человек, он уехал в Канаду. Он все прекрасно понял быстро, осознал, что да, мне важно будущее моих детей. Я хочу, чтобы они росли в другом месте, где уважаются права человека, где нет такого скотства. Это же просто Армагеддон. Я вот когда представляю, и, допустим, я рожу здесь детей, недавно с Таней Лазаревой про это говорили, когда она отсюда увозила детей в Испанию. Это люди, которые страну любят, они не являются ни национальными предателями, ни теми, кто мог бы ненавидеть эту территорию. У них искренняя нежность к этой земле. Но при всем при этом государство не оставляет ни единого шанса остаться в миролюбивом положении. Ты хватаешь пожитки последней и отсюда уходишь, потому что вдруг тебе начинают вешать портреты Сталина, блядь, в классе. Начинают учить тебя любить Родину. Причем именно те люди почему-то, у которых по 8 яхт, по 9 правит джетов, они все опять же, сука, на кокаине сядут, говорят, сейчас мы научим вас любить Родину. Не надо меня учить любить Родину. В конце-то концов. Вы научитесь хотя бы не упарываться для начала. Из Аргентины у них полтонны кокса не пришло. Какая трагедия. Бог ты мой. С рыбкой теперь не покататься на яхте. И все рыдают, обнявшись. Ну то есть Серебряков для меня человек спокойный, мужественный, честный, открытый и ровный. Это вообще мужские золотые качества. Он не рвал на голове волосы, он не верещал, у него не было никакого надрыва. Он спокойно сказал, ребят, ситуация вот такая. Это так же, как дает свои интервью, записывая свое видео, ровный Ройзман. Ну то есть у него нет, понимаете, я не вижу там какой-то, хотя я понимаю, что у человека болит сердце. И ты пытаешься что-то сделать, а он открыл свой фонд тоже от безысходности. Он пытается помочь людям. Каждый день на прием приходит от 80 до 100 человек. 100 человек к тебе приходит и говорит, у кого-то квартиру отняли за долги, потому что молодая семья взяла ипотеку, вышвырнули просто нахер с работы, и его, и ее, у них грудной ребенок на руках, невозможно никуда устроиться, невозможно за все это заплатить. И государство говорит, ребят, а не пойти ли вам нахер, например? Ну это ваши проблемы. Ну вы же взяли, ну вот вы и разбирайтесь. А как жить молодым специалистом? А пожилым как здесь жить? Мы когда приехали, я помню, первый раз в прекрасный дом престарелых в Товарковске. И снаружи это, конечно, изумительная картина. Вы заходите чистенько, вполне себе, ну такие, знаете, плазменные панели, кожаные мебеля, все новое. А потом вдруг ты понимаешь, что это трехэтажное здание, например. И в этом трехэтажном здании, вот как скоты, свалены в одну кучу, там старики 90-летние, которые пережили войну, там же инвалиды без ног и без рук, обрубки, которые просто лежат в палатах, а там одна нянечка на 15 человек, которая должна все эти просранные, просранные простыни за 15 тысяч рублей в месяц поменять, поменять всем памперсы, покормить их всех. Половина из этих людей посылает ее нахер, потому что их туда сдали собственные дети, они жизнь свою ненавидят, так же, как и себя самих ненавидят. И она их ненавидит, и она себя ненавидит. И в этом аду, помимо инвалидов, стариков, там же психоневрологический диспансер, там же девчонки 30-летние с диагнозом шизофрения, у которых еще полный рассвет, им 27, 28, 31 год, и они еще пытаются кутить, какую-то любовь крутить, беременеют, их тут же отправляют на принудительные аборты. Это просто скотобаза, потому что кто-то решил, это называется в Российской Федерации, есть такое чудеснейшее слово, оно называется оптимизация. Оптимизация. То есть приехал какой-то чиновник, и говорит, ребят, а чего у нас как-то все не по-людски? Для стариков у нас отдельное здание, для инвалидов у нас отдельное здание, для психоневрологических диспансеров у нас треть. Это как-то накладные, многовато у нас бабок на это выходит. Давайте мы их всех нахер в одну кучу просто свалим, и они будут у нас все в прекрасном, в одном здании просто гнить, блядь. Это чистый садизм вообще. Если вы приедете, ну скажем так, по предупреждению, конечно, перед вашим приездом их причешут и помоют, и неугодных людей уберут по палатам в другое место. Особенно если это те, кто без рук, без ног лежач, они выйти-то не смогут. И у вас создастся впечатление, что да вроде бы как кормят, и мухи не кусают, и вполне себе так сносно. Нет, это не сносно, это чистый сатанизм. И здесь отношение к людям скотское, абсолютно скотское расчеловечивание. И люди почему-то с этим смирились. Ну то есть они вообще-то воспринимают как должное. Ну дескать, а что может быть по-другому? А разве бывает как-то по-другому? Вообще бывает на самом деле. Это поразительно, что артисты вообще, ребята, очень аккуратные в высказываниях. Я с большим, опять же, уважением отнеслась к его интервью, ибо артисты с оглядкой всегда разговаривают. Это же новые фильмы, это же потом сложно будет, как бы, мягко говоря, участвовать в каких-то проектах, когда человек, рискуя карьерой, понимая, что все здесь через пять рукопожатий друг с другом общаются, и понимая, что из многих проектов его просто выгонят после этих слов, и перестанут звонить определенные режиссеры, и определенные сценаристы не захотят с ним работать. Даже понимая все это, что против него начнется настоящая травля, человек взял и сказал то, что он думает. Это мужской настоящий, ровный абсолютно поступок. И, к сожалению, этого начисто лишены остальные трусливые 86%, которые все боятся то место тепленькое потерять, то, что санкции какие-то к ним применят. Вот это все бесконечная безнаказанность, и она родилась из молчаливого согласия, потому что таких дерзких, откровенных, сильных, очень сильных, харизматичных людей здесь можно пересчитать по пальцам одной руки. А все остальные как бы либо за занавесочкой стоят все время, так ай-ай-ай, пронесет, не пронесет, скажет, не скажет, сделает, не сделает. Это было очень всегда понятно. Артисты, ребята, тонкие, ранимые, мнительные. И те творческие персонали, которые сейчас его грызут и говорят, ну как он мог, давайте лишим его работы, это предатель, гнусный, т.т. колонный. Я понимаю, что они надеются на какие-то преференции. Ну то есть, им же, видимо, должен перепасть какой-то очередной театр или какой-то госзаказ на помпезную ленту Сталинград-386. Вот это все скоро просто закончится. Вот и все. И закончится, это очень трагично. И тот патриотизм, который здесь насаждается, он же все время кривой, он все время военный. Вы риторику, видите, какую они используют? Они никогда не говорят о том, что мы должны здесь вырастить поколение Илонов, Масков, своих Цукербергов. Мы не выращиваем здесь ни достойных ученых, ни каких-то невероятных философов и мыслителей крупных. Здесь все время военщина. Это военные парады, это все время лязганье оружием, бряцанье. Это все время разговоры, что сны можем повторить. Если что, мы можем повторить. Что мы можем повторить? С надутыми искандерами резиновыми мы можем повторить. Что мы сделаем, если случится? Ну, нападет, например, Америка. За полтора дня просто сотрут с лица земли и не будет больше никого. Утопленную таксу мы достанем в качестве нанотехнологий сколковских оборонительных. Что мы будем делать? Я просто вот это любопытно. А мы как-то разговаривали с одним прекрасным генералом, такой жесткий ватник, ему лет 65, он говорит, Инна Сергеевна, вы же понимаете, что вы в Фейсбуке ведете прямые эфиры, за вами следит Америка. Человек в шаг 5 лет на полном серьезе меня предупреждал, что за мной следит Америка, что кругом жучки и паучки, и камеру нужно заклеивать, потому что лично Цукерберг за мной наблюдает. Но это понятно, он ночей не спит, он думает, как там Сергеевна-то, Сергеевна, о, Сергеевна опять в прямом эфире, присыла, душа моя, бросай пироги, бросай пироги, Сергеевна опять без трусов по дому ходит, пойдем смотреть. Вероятно, так это все и происходит. На полном серьезе. И вот эти разговоры, которые были у Навального, это же бриллиант, когда он опубликовал это расследование, и там вот эти аудиозаписи, где Дерипаска разговаривает с этим прекрасным Приходько, или как его фамилия, они на полном серьезе друг другу рассказывают, что Америка их ненавидит, и что Америка мечтает напасть на Россию, разорить, причинить боль. Ну, факт. Слушайте, это либо какие-то торсионные излучатели здесь стоят специально, либо на тяжелой наркоте, ребят, очень давно. Ну, то есть, ну, помимо Кокса же что-то должно быть такое. Что вдруг подарило им ощущение, что весь мир против них круглогодично? Причем Дерипаска-то не такой старый человек, чтобы быть партийным советским функционером. Это риторика советского функционера периода Брежневского разлива. Это дичь. То есть, он напомнил, он такой, ты знаешь, там против нас что-то замышляет. Ребят, ребят, какая Америка? Вас разваливать не надо. Вы сами себя нахер развалили до основания. Во-первых, вы распиздили здесь все под ноль просто. Просто под ноль. А все, что не успели отвинтить, открутить, отломать, вывести в офшоры, доломается за этот год. Даже понятно, опять внезапно, совершенно неожиданно, неожиданно выиграет Владимир Владимирович. Потому что я, честно говоря, растерялась. Я не знала, не знаю вообще, кто победит. Это такая интрига. Блядь, или Грудинин, или Жириновский. Вот одно из двух. Такие сильнейшие противники с огромным рейтингом. Кто бы мог победить? Какая, блядь, загадка, секрет, сука, Полишанеля? И вот в этот год они будут доламывать, конечно, здесь просто последнее. Это дичь, когда пинают прекрасного актера, озвучившего правду. И при этом в детском хосписе умирают дети. Ну это пиздец. Позавчера только к нам приезжала Лида Манява. Она говорит, слушай, ты можешь объявить у себя на странице, пожалуйста, сбор ребенку? Девочка маленькая, трехлетняя, умирает, если ей не купить аппарат ИВЛ за 170 тысяч рублей. Неподъемные деньги для обычных родителей. Одна мама сидит с больным ребенком, умирающим. Папа работает за 3-9 земель раз в месяц приезжает. Пожалуйста, если можно, объяви сбор, иначе мы вообще не успели. Ну это дичь всем миром собирать с миру по нитке ребенку, чтобы успеть, не дай бог погибнет, на аппарат ИВЛ, на какие-то прекрасные коляски. А вы, блядь, скажете, ой, говорит, у нас из Аргентины не пришло полтонны кокса. Пиздец вообще, ребята. Я удивляюсь, как вы, сука, спите. Вот какая у вас нервная система, каким макаром она устроена, что вы же понимаете, что здесь простые люди загибаются, воют, умирают. 20 миллионов за чертой бедности, работающих 20 миллионов, трудолюбивых, трудоспособных, которые хотели бы защищать эту страну, блядь, вы умудрились ушатать абсолютно все под корень. И маленькая группа интересантов, вокруг стола, на котором рассыпано полтонны кокса, пляшет и говорит, да, все прекрасно, мы стоим с коленой, ге-гей, мы номер один, мы Великая Империя, камон и врибаде, ребята, все хорошо, но под коксом-то, может быть, и я бы поверила, что мы номер один. Ребята, надо, видимо, начать все-таки нюхать здесь, чтобы как-то чуть-чуть-то прийти в себя, понимаете? Вот о чем я задумалась на мене, потому что, видимо, без кокаина все играет совершенно не теми красками. А так, блядь, заебись, понюхал с утра, весь день свободен, розовые единороги, хе-хе-хей, ВВП растет, камон и врибаде, кисельные берега, как-то, молочные реки, мы просто програли, отлично. Я поражена, просто поражена. И 23 февраля, это, конечно, день не защитника отечества должен быть, а день защиты от отечества, потому что так, вообще, настраивать людей против друг друга, вбухать столько бабок, сколько за последние четыре года, влитов, центральные каналы, в каких-то кремлеботов, в каких-то ольгинсов, в каких-то непонятных сука-блогеров, которые вы наняли быть топовыми и накручиваете им просмотры для того, чтобы они были якобы независимыми журналистами. Вот это все было создано только для того, чтобы постоянно сеять зло, хаос, блядь, разруху, постоянно говорить о том, что кругом враги, кругом опасность, нас окружают какие-то мрази. Но зато мы добрые, ребят, мы с Коксом эгегей, у нас вообще прекрасно, просто замечательно. Вокруг, конечно, настоящие упыри, орки, ничтожества, все хотят нас завоевать и поработить. Какой поработить, блядь? Вы можете представить какая-то империя, ну, допустим, Америка в пьяном угаре, например, снюхав все полтонны нашего кокса дипломатического, решила нас поработить. Они же заебутся, все это восстанавливают, здесь все прогнило, это как купить себе баню, блядь, какую-то, как потемкинские деревни, выбрать себе дом с нарисованным фасадом, зайти и просто и пиздануться, потому что там пол прогнил. Вот, кто это теперь будет порабощать? Это же просто можно одурить, сколько сюда нужно вложить триллиардов евро, чтобы восстановить. Пока вы 20 лет проедали советское наследие, пока это были роскошные, уворованные когда-то у Германии и прочих прекрасных империалистических стран заводы, это было весело, задорно и прекрасно. Теперь-то доламывайте, распиливать нечего и все. Ну, кроме надутых искандеров. Не смешите мои искандеры. Понимаете, в чем дело? Так что нас поработили силовики. Да, понимаете, наиле, в чем дело? Вот это называется, если ты выглядишь как еда, тебя едят. Поскольку люди никогда не сопротивлялись и никогда не подавали голоса и всю жизнь были абсолютно трусливыми, бесхребетными. Я о себе в том числе говорю. Тебя могут поработить только, если ты ничтожество, абсолютное пустое место, безмолвное, безропотное. Когда ты, овца тебя ведут на убой и говорят, в марте ты пойдешь голосовать. Чего я пойду делать в марте? Ребят, давайте как бы в этом маппет-шоу без меня. Неинтересно совсем, вот честно. И с надрывом отмечать каждый год 23 февраля какие защитники отечества? Где? Какие? Которых вы грузом 200 потом распихиваете матерям и врете, что их там не было никогда? Который является пушечным мясом для прекрасных ребят, которые купят себе потом десятую яхту и восьмой какой-то особняк в Майами? Это какие такие защитники отечества? Вы про кого? Мне просто вот интересно. Есть гениальное совершенно стихотворение моего любимого Филатова. Оно называется Лизистрата. Если кто-то когда-то читал, если не читал, найдите его потом. Оно великое. Это вообще на тему войны, военщины, долга, который нужно отдавать обязательно отечеству. Там есть совершенно феноменальные слова. Лизистрата это была героиня пьесы, которая подбила женщин, чтобы вернуть мужчин с фронта. Она сказала, давайте так, вот если мужчины хотят воевать, если они развязывают войны, если они на это тратят все деньги государства, то мы, значит, перестаем с мужчинами общаться. И генерал попытался Лизистрата убедить в том, что, говорит, ты дура, баба, волос длинный, ум короткий, как мы можем не воевать, как мы можем не тратить миллиарды долларов на оборонку, например. И тогда ему Лизистрата сказала, я прямо зачитаю, постой, постой, ты что-то верно путаешь, запаля. Известно ведь любому пацану, на вас не нападали, вы напали, вы первыми затеяли войну, вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых, такие уж настали времена, вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель отвечает Лизистрате надменно. Позвольте вам заметить сукаризны и поскорее возьмите это в толк, мы выполняли долг перед отчизной, священный перед Родиную долг. Лизистрата отвечает генералу, пред Родиной конечно неудобно. Долги конечно надо отдавать, но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать. И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживаетесь так? Коль Родина удары наносит сзади, да так, что аж потом в глазах круги, то хочется сказать вам, не влезайте, вы к этой страшной Родине в долги.